Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Эта серия видео посвящена теории о синтезаторах. Цель этого видео передать срез базы знаний о субтративных синтезаторах и не только. Я думаю, что после просмотра этой серии мои видео станут для вас более интересными и полезными, а также познакомят вас с моим сетапом. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписались, и обязательно оцените это видео. Также, если вдруг вы не хотите пропускать мои новые видео, то нажимайте колокольчик, и как только оно будет выходить, вам придет уведомление. В прошлых видео мы говорили о модуляре, а в этом видео мы поговорим о модуляции в обычных синтезаторах. Чаще всего модуляция также присутствует и в хороших синтезаторах, не модульных. Если в модульном синтезаторе мы берем провод и, например, какую-нибудь функцию, например, какой-то генератор отправляем на любой вход, который нам только будет доступен. Ну и таким образом мы эту модуляцию осуществляем. В других синтезаторах, например, в цифровых, мы можем видеть следующую матрицу модуляции. Она выглядит таким образом. Слева и справа будут различные блоки, которые мы можем модулировать. Мы выбираем источник и отправляем его на какой-то параметр. Следующий источник отправляем на другой параметр. Еще один источник, но другой параметр. То есть те самые проводочки, которые, кабели, которые мы можем наблюдать и в модульном синтезаторе. Также у него существует тот самый аттенюатор, уровень которого регулируется дополнительной ручкой. Сейчас я покажу, как это устроено, например, в Блафильде. Например, модуляция LFO первого отправлена на Pitch шестой. Сейчас мы добавим ей количество. Следующую вторую модуляцию мы настроим, например, LFO. Здесь уже настроен LFO второй на Pitch второй. Ну, мы сейчас добавим. Также мы можем отрицательное значение сюда добавить. Можем поменять источник модуляции. Например, на третьей модуляции мы сделаем какой-нибудь... Давайте тот же LFO. Возьмем второе LFO и на Cut-Off. Он уже здесь на фильтр Cut-Off один направлен. Просто поменяем воздействие. В этой матрице присутствует много блоков модуляции. Например, модуляция 3, модуляция 4, 5, 6. В Digitact реализовано следующим образом. Здесь есть LFO, которое может, например, податься на какой-нибудь из параметров. Например, в треке пятом. Ну, вот на Reverb Sand, например. Можно поменять волну. Также матрицы модуляции представлены и в Proteus. Например, здесь это называется патч-кордом. Например, в левой части мы выбираем, что будет модулировать. А в правой части кого? И насколько много. В подплюс и в отрицательное значение. По сути, это тот же модуляр, только реализован посредством программного обеспечения. Без модуляции синтезаторы были бы скучные и однообразные. Мой первый синтезатор был Valdorf Blackfield. В нем представлена прекрасная матрица модуляции. Я, честно, прочитал весь его мануал и разобрался, как это работает. И, признаться честно, синтезаторы без матрицы модуляции теперь вызывают у меня не такой трепет. Я делал на нем такие пресеты, которым достаточно было подать всего лишь одну ноту и потом наслаждаться модуляцией в течение 10 или 15 минут. Конечно же, я использовал дополнительные эффекты и прочие изменения, которые можно было накрутить в этой матрице модуляции. Но, тем не менее, для продолжительных изменений модуляция просто необходима. В предыдущем видео я показывал, как работают CV-входы на аналог-хите. Я подавал на него напряжение, которым можно управлять любым параметром. И, признаться честно, когда я выбирал между аналог-хитом и отто-бумом, именно аналог-хит я выбрал из-за этой функции. Модуляция — это практически безграничное подключение внутри синтезатора. А если он имеет возможность коннектиться еще с внешними устройствами, это просто космос. Также у меня есть такой MIDI-хаб. Это устройство позволяет настраивать модуляцию MIDI-сигнала, то есть MIDI-эффекты, внутри этого устройства. Можно считать его модуляром для MIDI-сигнала. Я только недавно с ним познакомился и начал изучать, как это работает. По-моему, это очень интересно. Если вы хотите получать от меня эксклюзивный контент, а также поддержать мой канал, то ссылка будет в описании. Также я напоминаю, что для моих бустеров будет доступно еще 4 видео из серии про модульные синтезаторы, в которых я рассказываю о том, как взаимодействует напряжение, как им можно управлять, о функциональных генераторах. Посмотрите. Также, если вы станете моим бустером, то у вас будет доступ к закрытому Telegram-чату. Заходите на бустер и почитайте планы, которые я для вас подготовил. Ну, а в заключительном видео этой серии мы поговорим о фильтрах. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok